Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео, ну, в общем, не совсем о здоровье, но в какой-то мере и о здоровье тоже. И оно будет с таким названием. Самые необходимые продукты и товары на случай войны, катастроф, хранение запасов и что может быть дороже золота, если случись что. Сегодня утром я написал эту статью, распечатал и вот сейчас зачитаю. Так просто будет быстрее, для монтажа удобнее, чем вставлять там картинки и так далее. Да, хотел сразу сказать, что, дорогие друзья, вот вдруг связь пропадет, но в смысле YouTube могут заблокировать. Уже, говорит, в некоторых регионах он плохо работает. Сегодня, вон, монетизацию сняли с YouTube, от YouTube письмо пришло. Поэтому в Telegram канал мой подписывайтесь, мало ли что. Ну, надеемся, что если что-то и все это закроют, то Telegram, по крайней мере, дольше продержится. Ну, или вообще не закроют его. Так вот, ссылка будет на Telegram. Прямо под этим видео подпишитесь непременно. Там все дублируется, видео, а если случись, что с YouTube, активнее займемся именно Telegram. Будут там у меня и статьи, и сообщения, и видео, и так далее. Так, ну, пожалуй, поедем, не теряя время. Значит, давно хотел это видео сделать, руки просто не доходили. Вот, а сейчас, ну, не то чтобы, но, может быть, и кстати. Это я не говорю о том, что вот сейчас что-то, значит, катастрофа, война и так далее. Ну, на фоне, вот, сами понимаете, каких событий, может быть, и, так сказать, кто знает. Ну, ведь у нас в истории человечества и нашей страны неоднократно были. И природного плана катастроф, и войны, и какие-то прочие беды и трагедии. И, так сказать, есть ведь выражение, предупрежден вооружен, хочешь миру, готовься к войне. Опять-таки, сытый голодного не разумеет, поэтому некие запасы. Но ведь продукты, сами понимаете, это главное. И в том смысле даже, что продукты нужны постоянно, а без даже одежды или чего-то там, то, что вот в обычное время кажется так необходимым, можно обойтись вполне. И ценности совершенно другие возникают, когда случилось что. Вот поэтому об этом давайте я и вам сейчас поясню. Запасы люди делали всегда, особенно раньше, когда войны, голодные годы от неурожаев и тому подобное случались часто. После Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, многие люди, пережившие это, делали запасы по привычке и вдруг, если что, на всякий случай, по памяти, из-за страха. Но память у народа в мирное время быстро стирает негатив и настороженность. Многим им запасы после войны не пригодились. Много лет мирных прошло. Но если бы что-то подобное повторилось, то те, кто смеялся над этими людьми, грустили бы. К тому же запасы можно и нужно просто обновлять, то есть потреблять их до окончания срока годности и пополнять новыми. А что-то хранится и вечно, об этом я тоже вам сейчас расскажу. Ну а есть такие продукты и товары, которые на случай чрезвычайной ситуации просто спасут жизнь и должны быть у каждого человека. Это разумно. И сейчас я расскажу о тех продуктах и товарах, которые не только помогут любому человеку год-два продержаться и выжить, но и о тех, которые в случае чего будут дороже денег и золота, и их можно всегда обменять на еду и другие нужные продукты и товары. Итак, пять основных пунктов. Первое – это долго хранящиеся продукты питания, нужные продукты. Второе – концентрированные питательные добавки. Это очень важная составляющая, о которой мало кто думает, ведь прожить-то можно как угодно, а можно быть энергичнее, здоровее, бодрее. Тоже важно. Ну и к тому же в критических ситуациях всегда иммунитет ослабевает, питательных ценных веществ не хватает, да их и так в нашей жизни не хватает, потому что почвы бедны, продукты ими бедны. Поэтому в наше время и так-то в мирное нормальное время, ну нормальным, то есть здоровым человеком не прожить долго, по крайней мере без супердобавок, суперконцентратов, скажем так, питательных веществ, естественно натуральных. Ну а если что, это тем более важно. Товары первой необходимости для себя, семьи, товары для обмена, ну и припасы, и схроны. В квартирах тоже можно многое запасти, хотя, конечно, в частных домах и больше, и правильный, так как те же подвалы позволяют сохранить и то, что требует низких температур хранения и будет дольше храниться при этом. Большой ассортимент не нужен, не нужны сотни видов продуктов. Минимальное разнообразие при максимальном сроке хранения и максимальной пищевой ценности, вот что нужно. Ну и, конечно, для простых условий хранения. Первое. Продукты. Крупы хранятся 2-3 года, но после второго года теряют питательную ценность, начинают терять. А вот злаки, рожь, пшеница хоть тысячу лет при правильных условиях хранения без влажности там и перегревов хранятся. Их потом лучше всего проращивать и есть так в пророщенном виде. В этом случае и топлива для приготовления не нужно, и дыма нет, ну и, кстати, гораздо выше питательные свойства, что при прорастании синтезируются и витамины, и так далее, и так далее. Количество запасов должно быть с расчетом на членов семьи, плюс некий НЗ, плюс на обмен, если что, в лучшем, в идеальном случае. Ну, на тот срок, на который вы себя хотите обезопасить. Это уже дело личное, и, как говорится, предпочтение, и, так сказать, прочего. Соль, это понятно, запасы ее нужны. Сахар не советую. Он по-любому вреден, и разве что для обмена можно запастись. Большинство людей на вред, там, наплевать и в обычной жизни, а тогда уж тем более. Но здоровье в критических ситуациях нужно оберегать. Оно пригодится всегда. А вместо сахара можно сиропы топинамбура запасти. Например, они даже есть и вкусные, с ягодами, вот эти, например. Ну, и хранятся они вечно практически. А в подвалах, ну, сто лет прохранят, ничего с ними не будет. Мед, дорогие друзья, вечно хранится мед. Это уникальный товар, и как единица товара обмена. Но в стекле только, не в пластике. Да, и натуральный мед, по возможности, конечно же, а иначе смысл какой с сахаром там. Ну, нет, конечно. Консервы хранить удобно. Влаги они не боятся, но пищевая их ценность низкая, знаете, это, ну, из-за высокой, долгой термообработки их, то есть их содержимого. Ну, если только это не сыроедные паштеты, скажем, как мы выпускали раньше, год назад и ранее, ну, надеюсь, в ближайшее время будем их производить. Итак, гречка, лен, чечевица, пшено, эти злаки, псевдозлаки и прочие подобные стоит запасать. И, кстати, я сейчас в своем хозяйстве в Псковской области, да, значит, делаем мы и цех по производству муки, то есть у нас мельницы на каменных жерновах заказаны, сейчас их делают из натуральных камней. Ну, об этом видео отдельное потом будет. И зерно, разное биоорганическое зерно и злаки, псевдозлаки, начиная там от амаранта льна до полбеспельты, там разных видов пшеницы и прочего-прочего, все запасаем в больших количествах. И надеюсь, что будет отдельный интернет-магазин, не вот этот наш, надгард.ру, главный, а другой. Потом я сообщу вам его, ну, вот в том же Телеграме. И мы будем также по всей России и, может быть, по миру, если, конечно, границы будут, смотря с кем, ну, с кем-то открыты и сейчас и будут, с кем-то, может, естественно, и будут закрыты дальше. Вот мы будем отправлять, пожалуйста, то есть что, разные виды зерно фасованные, муку, ну и, возможно, будем печь хлеб, но это чуть позже. Если надолго запасать масла, то, конечно, кокосовое масло и хранить его в холоде. Оно в стеклянных банках, вот это кокосовое масло, будет храниться 10 и более лет без потери любых свойств. И аналогов этому нет. Ну, это очень и штука полезная, на самом деле, и долго хранящаяся из натуральных, я имею в виду, конечно же. А так любые масла, понятное дело, на недолгий срок хранения, ну, до года, да, там, скажем. Вот у нас стоят на границе, не знаю, пройдут или нет, вот с острова Тассос, вот лучшее оливковое масло в жестяных банках, емкостях, ну, оно там два года точно хранится. Ну, вот видите, сейчас из-за этих проблем много чего на товары, какие стоят на границе, и вот неизвестно, пройдут или нет. Много есть недорогих продуктов, и что запасать каждый решит для себя сам. Ну, я не советую химическую еду запасать, вроде чипсов там, но и для тех, кто не в теме. Эту гадость есть и сейчас, но неразумно тогда. Понимаете, главный принцип должен быть такой. В меньшем объеме большая пищевая ценность, понимаете, вот так, больше питательных веществ. Запасать стоит, может быть, кому-то, подумайте, не забудьте, корма для ваших питомцев, кошек, собак, да. Концентраты протеина, например, конопляный протеин или 4 в 1, вот эти прекрасные концентраты аминокислот, да, то есть это во-первых. Ну, и вот орехи, в общем-то, тоже очень хорошо хранятся, по крайней мере, в скорлупе очень долго, много лет. А можно в вакууме, как вот, например, вот эти кедровые, тоже хранятся долгие годы, и если в холоде, то и даже десятки лет. Каши в гермоупаковках, супы тоже в герметичных упаковках. Мы выпускаем вот эти веганские сыроедные с полной сохранностью всех пищевых компонентов, потому что они в вакуумной сушки. Там не было ни одного компонента, прошедших температуру выше 40 градусов, а значит все питательные вещества, витамины, ферменты, все сохранено. Вот и все, то есть они полностью вакуумно дегидрированы и хранятся хоть 10 лет, хоть 20. Специи, конечно, можно, но из них я советую, что в большей степени разные виды перца и вот куркуму. Долго хранящий соусы, например, уж тогда соевый, но если его, то только био, чтобы не было генномодифицированной составляющей. Уксус яблочный обязательно. У нас он тоже есть, а уксус ведь не только для улучшения пищеварения, дезинфекции, скажем, желудка в малых количествах, чайная ложка на треть стакана воды теплой перед едой минут за 5 выпить, ну и для обтирания и много других применений уксуса. Ну понятно, что сода и прочее, это ясно. Второе. Запас семян, орудий труда на земле, инвентарь, средства защиты и тому подобное. Но это отдельная тема, я ее подробно освещал, прям показывал, все раскладывал, объяснял. В моем инфопродукте по выживанию. Вот он и ссылку дам под видео, да? Так вот, я его лет 10, даже больше назад снимал это видео, вот прям все показывал, раскладывал там. Дальше. Третий пункт. Очень важные концентраты питательных веществ, которые содержат важные, дефицитные в наше время питательные вещества, да? Там группу витаминов В, все и так далее, только в натуральном виде. Вот. И в условиях скудного питания, стрессов, возможно, без солнечного света, понимаете? То есть, вот эти жизненно важные витамины, минералы в органической форме, в усвояемой форме. И то, что долго при этом хранится, это, ну просто это идеальный вариант. А что это такое? А это спирулина и хлорелла. Вот эти, органические, во-первых. Во-вторых, дикие, то есть, ну, не лабораторно полученные, а из дикой природы, с полным питательным составом, в органической форме. То есть, без термообработок полученные, в хилатной форме растворения тех же минералов и так далее. Это у нас есть, есть приличный запас пока еще. Цены будут расти, но пока мы не будем поднимать на них цены, будем пытаться сдерживать. Я очень советую это есть, потреблять и так, регулярно, постоянно, как супер добавку к еде. Но в условиях выживания это и место мало занимает, и силу укрепляет, энергию, здоровье дает. А это не лишним в таких ситуациях. Как применять, где купить? Ссылки под видео дам все. Хранится это может реально лет 20 и то и больше. Ничего не испортится. И упаковка позволяет держать пакеты хоть в земле, хоть в воде, кстати. Ну, плюс к этому можно нори взять, запастись. Есть у нас органический, без тяжелых металлов. То есть, сертификатом это единственный такой в России, без того, что в них есть тяжелый металл. Вот, фукус, конечно же, в банках, вот в этих герметичных, хранится очень долго. А это, ну, это и энтеросорбент, и источник здоровья, просто и концентрат минералов. Псилиум. Чтобы очищать, например, кишечник, особенно если придется мало двигаться, но вдруг так, то перистатика ухудшается. А псилиум здесь, конечно, подойдет идеально. Четвертое. Запасы должны быть и мыла. Понятно, что можно любое купить, но лучше бионатуральное мы его производим. У нас много видов. Так вот, а хранится мыло вообще сколь угодно долго, в принципе, является прекрасным предметом обмена. Войны прошлого показали, что мыло является одним из самых дефицитных и дорогих товаров. Случай что? Для стирки любой. Пожалуйста, и мытья рук, и, так сказать, тело тоже мыло, а для мытья посуды мыло с горчицей. Поэтому можно горчицу зупасти, можно молоть, можно размолотую. Ну, это как угодно. Запасы соды надо иметь обязательно, а также мочалки, зубные порошки. Кстати, вот мы производим из центральных стеблей льна, волокон центральных, перемолотых до наночастиц. Это энтеросорбент, в случае, если что, то есть он полезный для приема внутрь. Естественно, экологически, ну, абсолютно чистый. Прекрасно зубы чистит, надолго хватает. Это вот я, например, только им пользуюсь. Ну, зубные щетки и прочие иные нужные вам средства индивидуальной гигиены. В общем, все, что я советую хранить и запасать, под видео я вам дам ссылки. Ну, естественно, что у нас из этого списка есть. Пятое. Если отравления какие-то надо иметь обязательно активированный уголь, белую глину, диатомит, кстати, уникальный источник кремния и не только. И скажу сразу о уникальном сорбенте. Вот будет у меня новое отдельное видео, я сделаю скоро, ждите. Это там вообще просто сенсационная штука и не просто сорбент. Бактерии и вита для восстановления работы кишечника. Хранятся очень долго и два года, особенно в холоде. Вот чем холоднее, тем дольше хранятся. Ну, а в морозилке, если есть возможность, или в ледниках, по грибах, там может и гораздо больше. А буквально отравление или что, два флакончика, и хоть и детям, грудным можно кому угодно, и проходит моментально. Шестое. Надо иметь аптечку. Разумеется, это отдельная тема, но тем не менее пару слов. От йода до ментов и всего прочего, у индивидуальных каких-то потребностей. Ну, мало ли, ваши препараты лекарственные, не забыть про это, ну, как памятка, да. То есть те же грибные лечебные препараты, или химические, или там антибиотики, кто на всякий случай это надо иметь. Я подробно об этом в инфопродукте рассказал. Я в свое время, или там 12 назад, или 15, купил даже набор такой хирургический, там и прочее. Ну, мало ли, тут надо просто, ну, сейчас поясню дальше. Еще, вот, как, в принципе, надо мыслить, действовать. Книги, кстати, советую по травам, грибам, по каким-то хозяйственным нюансам, по строительству. Распечатать, советую, важные статьи. Карты иметь себе распечатанные, а не в электронном виде. Ну, чтобы, так сказать, то, что не исчезнет в случае отключения электричества. Ну, мало ли, я уж так предстраховываюсь, скажем так. Седьмое. Иголки, нитки и ножницы, пока работает промышленность, они стоят копейки. А как что, становится дороже золота, и все войны прошлой это показывали. Что было дороже всего? Мыло, ну, еда, понятно. Мыло, потом там вот иголки, нитки, дальше уже одежда и все прочее. А все это меняли на что? На картины, на золото, бриллианты, потому что истинную ценность настоящих, вот именно настоящих потребностей человека, вот познаются они как раз в критических ситуациях. Восьмое. Запасы маек, удобного простого нижнего белья, нужной одежды, обуви, носков, ну, в общем, все в этом роде. Девятое. Спички, баллончики с газом. Во время войны, ну, отец рассказывал, там бабушки его еще, там она старая уже была, но были запасы с дореволюционных времен, но она собирала просто этикетки, коробки, вернее, со спичками. Ну, так это они меняли на еду, на все, и целый сундук у нее был. Просто вот безбедно прожили войну, понимаете, какая штука? Вот. Походные плитки для этих баллончиков и прочие товары выживания, типа огни, средств защиты. Вот я в свое время, до 12-го года, купил около тысячи баллончиков такие, которые вот такие, знаете, туристические маленькие газовые печечки вставляются. Они лежат до сих пор. Все как новые. Ну, как новые работают все, то есть это же вечно хранится. Да, конечно. Хотя срок годности написан. Вы понимаете, что срок годности написан, там год или два, а хранятся-то многие реально, просто заставляют писать. Ну, так положено, сколько хранится. А реально-то оно может быть вечное, соль оно вечно хранится, конечно, да. А вообще, дорогие товарищи, для правильного планирования запасов вы просто представьте, что если ничего не купить, допустим, гипотетически, то есть когда нечего будет закупать, закупить, то вот закупайте сейчас, допустим, впрок. Именно то, что вы представляете, что бы вы купили, ну, например, через месяц, два, год, пять лет, ну, представьте, что этого нет. И тогда вы уже себе можете выписать список, что для вас действительно разумно. Купить сейчас мой список, мое вот это видео, может быть, вам тоже поможет. Но я, естественно, это видео не снимаю, потому что вот я что-то там знаю, что сейчас будет катастрофа. Нет, но все может быть. Вот, например, люди простые, мирные, невиновные, ничем граждане той же Украины, ведь, например, вот сидят, уже пишут письма, значит, сидим без еды, вот мне писали. Понимаете, вот проблема, а потому что запасов не сделали вовремя, ну, кто думал, мирная жизнь, все такое, да? Ну, вообще, еще раз говорю, это вот люди об этом не думают никогда, но это стоит иметь некие запасы, понимаете? Ну, это же разумно, не пропадет это никуда. Ну, а своя земля, это самое ценное, что может быть, и можно ведь вести не личное, например, коллективное хозяйство, артельное, или объединяться, как наподобие эко-поселения. Вот, молодцы, ребят, свои продукты, все свое. Подальше от городов, от людных мест. Кстати, не лишним будет здесь сказать, что я продаю в Псковской области большое хозяйство, ну, второе у меня, оно второе, кто старые зрители знают. Вернее, скажем так, это 150 гектар земли, да, с двумя озерами ледникового происхождения, там и рыба, и корюшка, и все такое. Значит, с двумя озерами и постройками, это Лакнянский район Псковской области, это край озер, уникальное, красивое, природно-экологическое место, очень интересное место во всех смыслах, перспективное, и электричество при этом есть, и подъезд хороший, а людей вокруг почти нет. И под эко-поселение можно, разделив определенные участки на паи, там легко, хотя уже разделено на несколько кусков, и подымение пойдет, и леса там, то есть дрова будет, значит, топливо обеспечено, пожалуйста. Есть у нас там, там несколько домиков деревянных стоит, и у озера на кордоне, скажем, на своем. Хотел я заповедник там лесной делать, свой частный, но просто физически не справиться, ну и морально, это невозможно, два крупных хозяйства параллельно вести, ну это неправильно, поэтому решил все-таки продать. Ссылка на описание, на подробное, что это такое, и на цены, все будет, время под этим видео. Продаю заповедник, будет написано. Только это понятно, не заповедник, в смысле, так сказать, это я так его называю. Возможно, разумным было бы, если даже вы и в городе живете, сделать где-то схороны, то есть вот такие пластиковые бочки, например, туда все необходимое, зарытое в землю, а вот что необходимо, и, кстати, надо иметь еще тревожные рюкзаки со всем необходимым, чтобы дойти до места, до точки, и одно и другое, может промежуточные, да, сделать, если от точки А к точке Б, например, кому-то к родственникам, вы в случае, что в городах поедете, это вот иметь, пока добираться пешком, все на пешком надо рассчитывать, то об этом я рассказывал в инфопродукте, в своем специальном вот этом по выживанию, имейте это в виду, ну, можно его приобрести, если кто захочет. Я там подробно, даже очень многое показывал, вот что надо иметь для этого, прям раскладывал на столе, и от мала до велика все-все-все прорабатывал, все случаи жизни. Ну что ж, дорогие друзья, вы только не впадайте в какую-то панику, там, и так далее, я вам это только видео сделал, я давно его хотел сделать, просто потому, что, ну, как бы это сказать, ну, то ли к теме сейчас, и вообще, чтобы люди задумывались, память освежить и так далее, только для этого. Ну, вот, пожалуй, все. Еще раз напоминаю, все, что если вы захотите приобрести у нас, ну, важные, ценные продукты, товары, вообще сайт надгар.ру, посмотрите, сейчас же сами, понимаете, много покупают, ажиотаж, и понятно, люди боятся повышения цены, они будут неизбежно, из-за курса доллара, многие привязаны товары, даже, которые производятся в России, какому-то сырью из-за границы. Собственно, у меня будет очень интересное видео скоро, про экономическую ситуацию, положение, и про будущее, вот, на главном канале, я опубликую его буквально, прям вот, может быть, даже завтра, ну, от даты выхода этого видео. Ну, вот и все. Значит, желаю всем хорошим, честно, порядочным людям, крепкого здоровья, подписывайтесь на мой канал, пересылайте это видео и мои другие, возможно, если вам это будет интересно, другим людям, ну, и все, пишите, насколько это видео было важно, полезно, задавайте вопросы, возможно, сделаю продолжение. Всего хорошего.